БОЕВЫЕ МАШИНЫ Танк Т-34 был, наверное, одним из лучших танков Второй мировой войны. Выпускавшийся в больших количествах в зауральском городке, известном как «Танкоград», Т-34 был надёжен при любой погоде. Он был единственным танком, который мог противостоять мощи немецких панцерваффе и участвовал во всех грандиозных танковых сражениях на Восточном фронте. Т-34 имел отличную маневренность и высокую скорость. Именно Т-34 вёл советскую армию к окончательной победе на Берлин, столицу Гитлеровского рейха. При помощи хроники и современных съёмок мы расскажем об опасностях, подстерегавших танк Т-34 и его экипаж. Было бы неправдой сказать, что я не боялся. Нам всем было очень страшно. Танк Т-34 В 30-х годах 20-го века Советский Союз был огромной страной с населением 180 миллионов человек, простиравшейся от границ Европы до Дальнего Востока. Протяжённость сухопутных рубежей страны составляла более 19 тысяч километров, но оборона страны была весьма слаба. Чтобы нагнать другие страны, в СССР была запущена грандиозная программа индустриализации. В попытках сократить отставание военной техники, советские конструкторы поначалу просто копировали западные образцы. Огромные пространства страны заставили военных обратить на танки особое внимание. В свете этого советские военные обратили особое внимание на разработки американского конструктора-одиночки Уолтера Кристи. Уолтер Кристи был настоящим гением. На тот момент танки его конструкции были самыми быстроходными. Одной из его разработок была система, при которой каждый опорный каток имел независимую подвеску, поэтому его танки были такими быстрыми. Русские воспользовались некоторыми идеями Кристи. А вот американские военные, в конце концов, отказались от его разработок. Американцы не использовали идеи Кристи из-за того, что тот работал по собственной инициативе. Армия не воспользовалась его разработками. А СССР стремились перенять любую хорошую идею. Надо было крепить обороноспособность страны, и русских не волновало, чье это изобретение. Но это было временем жестоких сталинских репрессий. Сотни тысяч партийных руководителей, ученых, врачей и крестьян были объявлены врагами народа и брошены в лагеря или расстреляны. Затем репрессии захлестнули и ряды армии. В июне 1937-го были арестованы и обвинены в измене восемь человек из высшего командного состава. В итоге была арестована половина высшего командного состава армии. Некоторых расстреляли, некоторые сгинули в сибирских лагерях. Трудно поверить, ведь в результате Красная армия ослабла и была дезорганизована. Одной из жертв сталинских репрессий стал Афанасий Фирсов, возглавлявший конструкторское бюро, работавшее над новой моделью танка. Его отправили в лагеря, где он в конце концов и умер. Мой отец говорил мне, что они многим обязаны Фирсову, ведь тогда они только-только закончили учебу. Заменивший Фирсову молодой талантливый конструктор Михаил Кошкин использовал его идеи в конструкции нового танка. Михаил Ильич Кошкин, по воспоминаниям тех, кто его хорошо знал, был очень страстным человеком. Он сразу же влюбился в этот танк. Он влюбился в саму идею. Кошкин объединил лучшие элементы танков зарубежной конструкции. В 1939 году он со всеми документами поехал в Москву. Он представил чертежи и макет танка высшему военному руководству страны. Сталин сказал, я хотел бы вернуться к идее создания нового танка. Думаю, товарищу Кошкину нужно дать шанс. Если они справятся, то у нас будет новый необыкновенный танк. Если нет, мы с него спросим. В этой атмосфере страха и секретности Кошкину и его конструкторскому бюро позволили продолжать работу. Кошкин сосредоточился на главном – вооружении, броне и маневренности. Весной 1940 года Гитлер начал блицкрик во Франции, Бельгии и Голландии. Его молниеносные победы на Западе продемонстрировали всем, как важен танк в современной войне. Танковые дивизии стремительно атаковали противника, сминая всякое сопротивление. Хотя СССР и Германия были тогда союзниками, мало кто верил, что войны можно избежать. Большинство советских танков не могли сравниться с новыми немецкими образцами, которые так блестяще показали себя во Франции. Надежда была только на то, что новый танк, разрабатываемый в условиях строжайшей секретности, сможет противостоять немецким машинам. Однако Михаил Кошкин так и не увидел свой танк в бою. Он подхватил воспаление легких во время испытания нового танка и умер в сентябре 1940 года. Но его танк, получивший официальное название «Т-34», был почти готов. По сравнению с западными образцами, его конструкция была весьма проста. Промышленность СССР еще уступала западному уровню. Крестьяне и рабочие, призванные в танковые войска, не ожидали удобств от своей боевой машины. Внутри танк менее всего напоминал гостиницу «Люкс». Это красавец машина. Это была красивая машина. На нее было приятно смотреть. Первое впечатление было прекрасным. Экипаж должен был работать в тесноте. Командир танка и башенный стрелок находились в башне. Механик-водитель и стрелок-радист сидели рядом в носовой части танка. Механик управлял танком с помощью двух рычагов, и это требовало много сил. Рычаги управляли фрикционами правым и левым. Если надо было повернуть направо, я тянул левый рычаг. Если надо было идти налево, я тянул правый. Также были педали сцепления, как в машине, и газ. Тридцатьчетверка по управлению. Тридцатьчетверка в управлении была тяжеловатой. Не было никакой автоматики. Но потом, когда ты привыкал к ней, получалось быстрее переключать передачи. Ты уже чувствовал двигатель, и все получалось значительно проще. Командиры танков давали команды механикам, толкая их. Вперед, вперед. Толчок в спину означало «вперед». Когда надо было повернуть, то толкали носком сапога в плечо, в левое или в правое. Ногой даешь влево или вправо. Но все это было настолько отработано. Все это было так отработано, что даже легкого прикосновения было достаточно. Стой. Стой. Вперед. Вправо. Влево. Влево. Но главным в Т-34 была его броня. Наклонная, толщиной около 50 мм. А также его орудие. На танках ранних выпусков стояла мощная 76-мм пушка. Позже танк получил еще более мощное орудие калибра 85 мм в новой, более крупной башне. У Т-34 было немало преимуществ, и одно из них орудие. Броня была превосходной. Это был первый танк с наклонной броней, которая обеспечивала лучшую защиту, чем вертикальные броневые листы. Танк имел дизельный двигатель, который не загорался, если машину подбивали. Шерман, к примеру, легко горел. А вот Т-34 поджечь было непросто. Широкие гусеницы танка обеспечивали ему отличную проходимость по льду, снегу и грязи. Весною 1941-го Гитлер начал сосредоточение войск на всем протяжении границы с Советским Союзом. Сталин игнорировал все предупреждения, не сомневаясь, что Гитлер не решится напасть на СССР. К середине лета Гитлер собрал для вторжения громадные силы. Как могла Красная Армия, ослабленная сталинскими репрессиями, противостоять такой ударной мощи? 22 июня 1941 года. Гитлер дает сигнал начать операцию «Барбаросса». 7 тысяч полевых орудий, 3 миллиона немецких солдат, более миллиона солдат союзных государств и 3 350 танков были брошены в грандиозное наступление на Советский Союз. Красной Армии пришлось нелегко. Танки БТ, Т-26 и Т-28, составлявшие основу танковых частей, имели тонкую броню и слабое вооружение и не могли сравниться с бронетанковыми силами вермахта. Потери русских были огромными. Громадные территории на западе страны были оккупированы. Немцы один за другим брали советские города. 600 тысяч советских солдат попало в плен. Было уничтожено или захвачено более 6 тысяч танков. Гитлер говорил о крестовом походе против коммунизма. Он называл советское государство «колоссом на глиняных ногах». И если его пнуть, то оно с грохотом рухнет. И похоже, что он был прав. К августу танковые клинья вермахта вырвались на простор украинских степей. Казалось, теперь их ничто не остановит. 21 сентября немцы взяли Киев, захватив более 600 тысяч пленных. Гитлер назвал это величайшим сражением в мировой истории. Но линии снабжения сильно растянулись. И немецкая армия не могла поддерживать такой темп наступления. Затем, как это уже не раз бывало, русская зима пришла на помощь защищавшимся. Первый снег выпал в начале сентября, и хотя он скоро растаял, дороги немедленно развезло. Наступавшие немецкие войска были всего в нескольких десятках километров от Москвы, когда начались метели. Никто не падал духом, никто не верил, что немцы победят. Говорили о том, что Наполеон тоже взял Москву, а потом Морозы прикончили его. Никто и подумать не мог, что мы потерпим поражение. Мне даже в голову это не приходило. От моих товарищей я тоже ничего такого не слышал. Несмотря на сильнейшие морозы, немцы были уверены, что Красная армия была на грани поражения. Но их ждал неприятный сюрприз. Готово! 5 декабря советские войска перешли в контрнаступление. Свежие сибирские дивизии, хорошо приспособленные к войне зимой, отбросили немцев от столицы. Москва была спасена, как и весь Советский Союз. Нет сомнений, что немцы были очень близки к победе в 1941 году. В начале декабря их войска стояли всего в 30 километрах от Кремля. Но немцы недооценили влияние больших территорий и страшной русской зимы. В конце концов, они обессилели. Первые недели немецкого вторжения русские сумели преподнести немцам неприятный сюрприз. В июле в бой были брошены первые Т-34. Танк разрабатывался в условиях полной секретности, и ни один иностранец его раньше не видел. Немецкие солдаты были потрясены тем, что снаряды отскакивали от лобовой брони советского танка. Где бы ни появлялся Т-34, ему удавалось задержать немецкое наступление. Когда немцы впервые столкнулись с этими танками, они были ошеломлены. Они не могли поверить, что у представителей низшей расы был такой танк. Он превосходил все, что тогда имелось у немцев. Теперь, когда промышленность в западных районах страны была разрушена, русские сделали то, что многим казалось невозможным. Целые заводы были разобраны и отправлены поездами на восток, за Урал. Новый танкостроительный завод был построен около Нижнего Тагила, в Сибири. Здесь, в тяжелейших условиях, советские инженеры и рабочие смогли наладить массовое производство. Рассказывают танкисты, получавшие танки на Уральском заводе. Это огромный завод. Это был огромный завод, со множеством цехов и собственным сталилитейным производством. Люди работали, несмотря на огромную усталость и измождение. С продуктами было очень трудно. Нам выдавали всего 400 граммов хлеба в день. 400 граммов хлеба в день. На заводе было много женщин, потому что мужчины были призваны в армию. И женщины взвалили на себя самый тяжелый груз. Они работали день и ночь по 12 часов. В Нижнем Тагиле, до того, как я туда приехал, выпускали по 40 танков в сутки. А к моменту, когда мы получили танки, производили уже по 60 машин в сутки. Несмотря на зимние температуры, достигавшие минус 30, и глубокий снежный покров, державшийся по 5 месяцев, этот город стал центром огромного танкостроительного комплекса, который в других странах стал известен как «Танкоград». Но возможно ли было построить достаточно танков, чтобы не дать нацистам закончить то, чего они почти добились зимой 41-го? Война на Восточном фронте велась в основном с помощью танков. Конечно, пехотные части были многочисленны, но обе стороны считали, что именно бронированные машины должны возглавлять наступление в бескрайних русских просторах. Танки хорошо действовали на открытой местности. В России очень много открытых пространств. Это идеальная местность для танков. Экипажи, бывало, воевали и жили вместе неделями. Иногда на борту танка писали лозунги, например, «К победе!» или «Фашизм не пройдет!» Надпись на танке была «За Родину!» На моем танке была надпись белой краской «За Родину!» Белой краской. Нам всегда не хватало еды. На походной кухне готовили овощные супы, борщи, из всего, что у повара было под руками. У нас были мясные консервы. Американские любили больше всего. Хлеба тоже хватало. Что еще нам было нужно? Естественно, конечно, мы пополнили. Запасы за счет трофеев. В дополнение к рациону, каждому русскому солдату давали водку. Водку пили из одного котелка. Мы пили водку из одного котелка. Сначала пил командир, а потом передавал по кругу всему экипажу. Водку давали раз в день, обычно вечером. По сто граммов каждому. Наркомовская норма. Это были отношения, наверное, ближе. Мы были больше, чем братья. Как одна семья. Мы понимали друг друга с полуслова. И мы были готовы прикрывать друг друга от опасности. В 1942 году с началом весенней оттепели жестокие бои возобновились. К концу лета немецкие войска прорвались к Волге и вышли к Сталинграду. Здесь развернулось одно из величайших сражений в истории. После месяцев упорных боев Красной армии удалось окружить 6-ю немецкую армию. Стиснутым в кольце окружение немцам не хватало топлива и боеприпасов. 31 января 1943 года остатки 6-й армии сдались. 91 тысяча человек, включая 22 немецких генерала и их командующего фельдмаршала фон Паулюса взяли в плен. Битва за Сталинград была одной из решающих в этой войне. Хотя немецкая армия все еще была грозной силой, значение этого сражения было огромным. Немцы впервые потеряли целую армию. Их союзники были подавлены, а противники воодушевились. Это сражение покончило с мифом о непобедимости вермахта. В 1943 году на фронт поступало множество танков Т-34, и это помогло переломить ход войны. В июле под Курском произошло самое крупное танковое сражение Второй мировой войны. Три немецкие армии должны были уничтожить советские войска, скопившиеся на стратегическом выступе длиной около 160 километров, называемом Орловско-Курской дугой. Перед битвой под Курском русские знали, что немцы собирались перейти в наступление. Зная об этом, они вовремя подготовились к обороне. Они заманили немцев в огненный котел, где сумели разгромить наступающие части. Экипажи немецких танков сражались храбро, но оборона советских войск устояла. А потом советская армия применила танки для того, к чему они приспособлены лучше всего — для атаки. У русских было в резерве шесть танковых бригад, которые теперь были брошены в бой. Отныне инициатива на Восточном фронте будет принадлежать Красной армии. При отступлении на Восточном фронте немцы оставляли за собой сплошные разрушения, притворяя в жизнь тактику выезженной земли. Когда немцы отступали, они почти все уничтожали. Обычно подрывали железнодорожные пути, разрушали заводы и фабрики, все, что можно было использовать в военных целях. Июнь 1944 года. В полутора тысячах километрах к западу союзники высадились во Франции, открыв второй фронт. В то время, как они прорывались с пляжей Нормандии, Советская армия начала очередное крупное наступление на Восточном фронте. Имея численное превосходство три к одному, Красная армия ускорила наступление. На всем Восточном фронте экипажи русских танков ежедневно сталкивались с опасностью. Танк, в котором служил стрелком-радистом Зуфар Садардинов, атаковал одну украинскую деревню. Нам сказали, что у немцев там не было танков, только легкая артиллерия. Но информация оказалась неверной, и мы попали в засаду. Там были тигры. Засада! Сворачиваем влево, быстрее! Командир танка крикнул, «Засада! Давай влево!» Я продолжал стрелять из пулемета, потому что впереди была немецкая пехота. Вдруг раздался страшный шум, и что-то меня придавило. Оказалось, что мы подошли к этой засаде, к этой засаде. Оказалось, что мы попали в засаду, устроенную тигром, и его снаряд пробил лобовую броню и срикошетил внутри башни. Придя в себя, я почти ничего не видел из-за дыма внутри машины. Затем, внезапно, за несколько секунд, дым рассеялся. Я посмотрел наверх и увидел, что потолок башни снесен. А посмотрев вниз, я увидел лежащих командира и наводчика. Руки! Руки! Мои руки! Командир стонал, руки, мои руки! И я увидел, что обе его руки перебиты. Я спросил механика Николая, что случилось, но он не ответил. Я потряс его за плечи и понял, что он без сознания. Ну и решил... Я попытался завести танк. Двигатель завелся. Нажал. Это меня ободрило. Я воткнул первую передачу и понял, что гусеницы пока целы. Я пошел на первую, потом на второй, потом попытался разогнаться и врубил третью. Выскочил из этого затруднительного. Вот так мы и выскочили. Наводчик погиб. Командир и механик поправились в госпитале и потом вернулись на фронт. Зуфара Садардинова наградили за этот подвиг. К 1944 году в Танкограде производили две тысячи танков ежемесячно, что намного превышало объем немецкого производства. Советская армия шла на запад, освобождая один за другим захваченные немцами города. Радость неимоверная. Встреча с людьми... Это была такая радость, встретиться с людьми, пережившими оккупацию. Это был такой душевный подъем. Они обнимали нас, целовали, плакали. Наши сердца просто таяли. При такой встрече любое сердце растает. Летом 1944 года советская армия пересекла границы Европы, а в сентябре 6-я танковая армия освободила столицу Румынии, Бухарест. Здесь советских солдат встречали как героев. И вот в Румынии... В Румынии люди бросали нам цветы, угощали вином. Они улыбались, вокруг были радостные и возбужденные лица. Мы были горды собой. Нас переполнял восторг. Вот такая у каждого человека. Январь 1945-го. Следующее советское наступление, на этот раз на территории Польши. И снова Т-34 шли в авангарде советских армий, проходя по 30 километров в день. Через полтора месяца Красная Армия вышла на границу Германии и остановилась. Ранней весной 1945-го года Красная Армия подготовилась к последнему наступлению на столицу гитлеровской Германии, Берлин. Две крупные войсковые группировки были развернуты в полной боевой готовности вдоль фронта протяженностью в 160 километров. Оба командующих, маршалы Жуков и Конев, жаждали первыми захватить Берлин. Тем временем войска генерала Эйзенхауэра, возглавившего наступление союзников, форсировали Рейн и продвигались на восток по Германии. Эйзенхауэр решил оставить Берлин русским. У Эйзенхауэра были все основания предоставить русским самим штурмовать Берлин. Прежде всего, потому что в феврале 1945-го лидеры антигитлеровской коалиции на конференции в Ялте договорились о послевоенном разделе Германии. Восточная часть вместе с Берлином будет оккупирована русскими, так что было бессмысленно класть жизни британских и американских солдат, чтобы захватить то, что потом все равно придется отдать. А во-вторых, политика политикой Айзенхауэр знал, что Берлин окажется крепким орешком. В понедельник, 16 апреля 1945-го года Красная Армия наконец начала штурм Берлина с массированного артобстрела. Первой целью стал штурм цепочки возвышенностей на другом берегу Одера, известных как Зиеловские высоты. Раздалась мощная канонада, непрекращающийся огонь. Все вокруг грохотало. Мы ждали приказа о наступлении. А так окружение было сильное. Было очень страшно. Ужасно страшно. Эта операция задержала группировку Жукова на три дня. А в это время группировка Конева с юга подошла к пригородам Берлина. Опасаясь мести русских за зверства, совершенные в России, немцы сражались с фанатичной решимостью. Они упорно сопротивлялись до последнего момента. На каждом углу на каждом углу Нас стреляли из-за каждого угла, с каждой крыши, из каждого окна. Это было ужасно. Ужасно. Нацисты призвали стариков и подростков в части фольксштурма. Они были вооружены ручными противотанковыми гранатометами, фаустпатронами и реактивными противотанковыми ружьями панцершрек. Стоит только танку войти в город, он теряет все преимущества, которые у него есть на открытой местности. Он зажат в узостях улиц, ограничен в маневре. Конечно, немцы знали, откуда придут танки, и легко могли устраивать засады и сжечь танки, используя панцершреки и фаустпатроны. Вооруженные этим противотанковым оружием, остатки немецких войск нанесли огромные потери советским бронетанковым частям. В Берлине было фаустпатронов, много было. В Берлине было много фаустпатронов. Они лежали почти в каждом подвале. Стреляли из них в основном старики и подростки. Потери танков были очень большими. В битве за Берлин русские потеряли 400 тысяч человек. Солдатам Жукова и Конева приходилось сражаться за каждую окраину, за каждую улицу. и, наконец, за каждый дом. Некоторые районы города превратились в сплошные руины. Я видел наши разрушенные до основания города. Так что уже не удивлялся. я не был широкий. Естественно, мы тоже разрушали немецкие города. Немцы все еще упорно сражались, и именно солдаты маршала Жукова достигли сердца Берлина всего в нескольких сотнях метрах от подземного бункера Гитлера. Осознав, наконец, что война проиграна, Гитлер покончил с собой в понедельник днем 30 апреля. Его охранники эсэсовцы вытащили тело из бункера и сожгли. Через несколько дней немцы сложили оружие и начали сдаваться. Большинство немцев хотело сдаться американцам или британцам, боясь возмездия со стороны русских. Каждый из советских солдат хотел оставить свою отметку в столице Германии. Вскоре на стенах Рейхстага невозможно было найти место для новой надписи. Мы по очереди ходили к Рейхстагу, а потом приходилось вставать на плечи друг к другу, чтобы сделать надпись. Я начертил там, что я... Я написал, я парень из далекой Сибири дошел до Берлина. Я начался до Берлина. Я расписался. Я просто расписался. Написал Сергеев. Война на Восточном фронте была грандиозной. С обеих сторон сражались миллионы человек. цена победы была невероятно высока. Десятки тысяч деревень, тысячи заводов, сотни городков и десятки крупных городов были разрушены. По современным данным, русские потеряли 27 миллионов человек. и被 убрали. Советский Союз с трудом устоял под натиском немцев, как и предсказывал Гитлер. Но все-таки он выстоял. В ангарде русского наступления около двух с половиной тысяч километров от Сталинграда до Берлина шел танк Т-34, выпускавшийся в огромных количествах на заводах за Уралом. Производство Т-34 это необыкновенное достижение для страны со столь слабой развитой промышленностью. И это не только необыкновенное достижение в том, что они смогли сконструировать эти танки. Это само по себе уже было чудом. Но этих машин было выпущено почти 50 тысяч. Согласно диалектической философии, количество само по себе переходит в качество, так что немцы были повержены не только на поле боя, но и в цехах заводов. Т-34 сыграло огромную роль в нашей победе. Т-34 погибло очень много. Очень много. Сомневаюсь, что без этого танка мы могли бы выиграть войну. С Т-34 я сомневаюсь, выиграли бы мы войну. Это был танк первого конструктора, которого Сталин отправил гнить в лагерь. Наконец, война в Европе закончилась. Теперь советские люди могли праздновать победу. Победа. Победа была. Победа. Я даже описать не могу то, что я тогда чувствовал. Мы были победителями. Были победители. Это была радость великой победы. Это была радость. Радость великой победы. А кроме того, радость, что я был жив, здоров, руки и ноги целы. Я был рад, что остался в живых. Это счастье. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok